Константин Станиславский, создатель системы актёрского мастерства, в основе которой лежит искусство подлинного переживания и рождение жизни образа на сцене. Во время нескончаемых перемен и новых трендов, что-то подлинное уступило место современному. Забыли ли мы то подлинное или всё же нет. Алло. Здорово. Ну чё, как сам? Да нормально. Короче, завтра у нас в театре репетицию поставили. Ну, только сейчас сказали. Ты будешь? Да, спасибо, я буду. Отлично. Слушай, ещё, может, у тебя там есть чё-то там гнячок, может, да? Ну, мне так, чисто для образа. Нет, у меня ничего такого нет. Ну, ладно. Разберёмся. Давай, до завтра. Ты переживай. Переживай вместе со мной. Ну, давай. 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 Переживай. Ну, чё? Ну, да? Доброе. Здесь, здесь, здесь. Переживай. Чё ты делаешь-то? Простите. Куда тебя несёт? Я просто на репетицию опаздываю. Паздываю, опаздываю. А Станиславский, между прочим, не любил, когда опаздывают на репетиции. Ну, иди, иди уже. Простите. Ай. Да им нужно больше арт-хауса, больше развращённого. Нужно, чтобы они скушали это. Чтобы в них проснулся животный инстинкт. Это же вкусно. Пускай они скушают это всё. Может, кем-то скажите, чё он перепадёт? Переварят. И они будут ещё раз. Чё тебя так несёт? И это будет интересно. И это будет самый любимый чё. Чё он? Махнул он, молчить чё он для общества. Поэтому не стесняйтесь. Дайте им побольше пошлости. А может, мы просто забыли, что такое актёрское мастерство? Вообще, в целом, театральное искусство. Что такое подлинный образ? Вот он, вот он знал. Вот он знал. Забудь про это, парень. Никому это не интересно. Всё это бред. Сейчас всем нужны популярные тренды. Эффектные, яркие фигуры. Да вы как творче клоунов, который просто пытается развлекать публику. Просто мерзко, понимаете? Это фальшиво. А знаешь что? Пошёл вон отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел. А я пойду. Давай, давай! Нашёлся тут прорицатель. Истинный знаток актёрского мастерства. Чучело. Истинный знаток актёрского мастерства. Я люблю твой замысел упрям. Играть согласен эту роль. Но сейчас идёт другая драма. И на этот раз меня уволен. Продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути. Я один. Всё тонет в пресельстве. Жизнь прожить. Не поле перейти. Вы так чувствуете это стихотворение. Научите меня так же. Кто б меня научил? А я буду мыть полы за вас. Но я прошу вас. Ну хорошо, ладно, хорошо. Правда? Ладно, ладно. Пойдём уже, артист. А то здесь замёрзнем вместе. Ты должен поверить в это. Если бы, казалось, да? Если бы самые простые слова. Но если бы это всё было на самом деле. Ну а дальше же просто переживай. В любых предложенных тебе обстоятельствах. Если бы и на самом деле нужно создавать на сцене внутреннюю жизнь героям. Отдавая ей все органические элементы своей собственной человеческой души. Искусство. А то же само творец. Оно создаёт собственную жизнь вне времени, вне пространства. Прекрасную своей отвлечённости. Понимаешь ли, в ситуации жизни роли очень важно, чтобы ты правильно, логично, последовательно, по-человечески и действовал, и стремился, и мыслил. И вот, когда ты добьёшься этого, ты приближишься к ней настолько, что волей-неволей начнёшь чувствовать одинаково с ней. Понимаешь? Вот. Вот оно и есть то самое подлинное переживание. Дорогой читатель, как же я, Константин Стамиславский, могу поделиться с молодыми поколениями результатами моего опыта и предостеречь их от ошибок, порождаемых неопытности. Когда я оглядываюсь теперь на пройденный путь на всю мою жизнь в искусстве, мне хочется сравнить себя с золотоискателем. Как золотоискатель я могу передать потомству ту драгоценную руду, которую я добыл. Самый страшный враг прогресса – предрассудок. Он тормозит, он преграждает путь к развитию. Таким предрассудком в нашем искусстве является мнение, защищающее дилетантское отношение актёра к своей работе. И с этим предрассудком я хочу бороться. Да, я буду бороться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ